Друзья, всем привет! Штатная магнитола Parafar Audi A6 12 по 15 год. Это у нас 6 гигабайт оперативной памяти, 128 внутренний, 8-ядерный процессор, диагональ экрана 10-25. У нас идет вот такой вот монитор. Здесь у нас выходы, вход штатного LVDS, SIM-карта, вход по питанию, GPS, 4G-антенна и выход под микрофон. Также здесь еще есть антенны на стороннем фкоче. Что у нас есть в комплекте? В комплекте у нас идет выносной динамик для вывода навигационных функций для озвучки. Также давайте размотаем косу. Такая вот у нас идет коса, очень длинная. На ней у нас висят два USB разъема. Они у нас идут в бардачок. Соответственно, штатная коса для подключения. Это подключение в штатную косу, это в штатную магнитолу. Здесь у нас имеется вход для подключения андроида. Также на нем у нас есть выходы AMI-подключения. Соответственно, камера заднего вида. Можно подключить выводы. ДВР – это у нас подключение регистраторов. Этот вот у нас штекер идет для подключения выносного динамика. Так вот она защелкивается. И на него выводится информация. Это у нас камера. Отсюда у нас выходит 12 вольт для подключения нештатной камеры. Также у нас идет пин для подключения нештатной камеры, не пин, а колокольчик. Соответственно, питание на регистратор. И 360 для подключения камеры. Это у нас идет основная коса, очень длинная. В комплекте у нас идет датчик GPS. 4G антенна. Все подписано, не запутаетесь. Также выносной микрофон для громкой связи и для разговора с голосовым помощником. Посмотрим, как у нас работает магнитола. Ну что, наша магнитола загрузилась. Давайте пробежимся по всем функциям. В функции у нас есть видео. Сюда у нас выводится картинка. Соответственно, здесь можно посмотреть на носителях. Если вы подключили на USB, здесь будет USB 1, либо USB 2. Соответственно, жесткий диск самого головного устройства. Есть кнопка навигации. Можно поменять на любую другую, которую вам удобно. Подключение телефона. Имя, пин-код. Здесь у нас будет, какая музыка играет. Подключение звонки. Телефонная книжка. И набрать вручную музыка. Соответственно, здесь у нас имеется встроенный проигрыватель. Песни для проверки. Также. То же самое, как с видео. Здесь USB 1, USB 2. Что мы еще имеем? Дубляж экрана телефона, либо CarPlay. Давайте выйдем отсюда. Приложение. ДВР – это подключение регистратора. Не штатного. Он будет, соответственно, писать картинку прямо сюда, в магнитолу. ЕС-проводник. Это у нас для установки дополнительных приложений с флешек. Настройки. Плеймаркет для установки приложений. Google карты. Эквалайзер. Как у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Двенадцатилетий полосный эквалайзер. Есть разные пресеты. Соответственно, MX Player. AUX – это сюда можно подключать как видеоразъемы. Соответственно, можно подключить камеру переднего вида. Давайте выйдем отсюда. Руководство. А пока это для установки приложений. Голосовой помощник. Ассистент. Давайте пробежимся по настройкам. В настройках у нас есть система. Здесь у нас много разных настроек. Это выбор камеры, подключить, отключить звук, парктроники, линии. Навигация. Здесь будет навигация, которую вы скачаете, чтобы на главном экране нажимать кнопку и менялась полностью. Навигация. Громкость. Можно регулировать громкость андроида и громкость статного головного устройства. По звуку также это настройка звука. Эквалайзеры, пресеты. Время, язык. Андроид настройки. Все как в обычном андроиде. Расширены. Это для разработчиков. Информация о системе. 128 гигабайт памяти. 6 гигабайт внутренний. Восьмиядерный процессор. Автомобиль. Данные. Это сюда будет выводиться. Штатная картинка, как у вас была. Соответственно, одним нажатием вы переключаетесь между андроидом и между машиной. Также у нас есть панель. Панель можно менять. Цвета все меняются. Желтый, оранжевый, как вам угодно. Сюда выводится тахометр, спидометр. Соответственно, показания дверей. Браузер. ДВР. Опять же говорю, это у нас идет подключение регистратора. Такая вот у нас идет панель. Продолжение следует.